Цифры мы спланировали. Мы спланировали цифры двумя способами. Либо у нас есть стратегическая цель, и мы ее декомпозировали на сегодня, разбили на год, квартал, неделю, день, и оценили ресурсы. Ресурсы у нас есть для того, чтобы достичь этих целей. Но возвращаемся к самому началу. Планировать нужно не только цифры, но и действия. Откуда брать эти действия? Давайте я вам слово дам. Как вы думаете, где брать действия? Откуда? Которые приведут... Сами действия. Что делать-то? Откуда взять вот это вот? А что делать-то? Звонить, писать. Смотрите, маленькая ремарка. В сторону отойдем, да? Есть такая фраза по поводу... Я же не зря спросил писателей звонить, да? Маленькая ремарка для современных молодых любителей переписок, чат-ботов, рассылок и так далее. Запомните одну фразу. Пока вы настраиваете свою рассылку, пока вы допиливаете своего чат-бота, пока вы разбираетесь, как работает искусственный интеллект, ваш конкурент уже позвонил. Понятно? И закрыл. Да, а то еще и в переговорке уже в потной сети ты договор подписывает, пока вы чат-бот настраиваете. Поэтому холодный звонок, а то и живая встреча, да? А потом уже все эти рассылки, чат-боты... Оно... Оно да, если в комплекте. То есть я не против чат-ботов, чтобы он был. Я против построения продаж, когда только чат-бот, а звонить я боюсь. Вот это маленькая ремарка, да? Возвращаемся сюда. Откуда брать эти действия? Как понять, звонить или писать? Или рассылку делать? Подсказываю, есть такой инструмент управления продажами. Я руками покажу. Совершенно верно. Эти действия, все действия, которые мы должны планировать, берутся из воронки продаж. Маленькая оговорка еще и бизнес-процессы, потом объясню, чем отличаются этапы воронки от бизнес-процесса. Воронка продаж. Надо кому-то объяснять, как работает. Не надо. Все знают, да? Классическая модель перед вами. В 100% случаев классическая модель отличается от реального бизнеса. Поэтому я говорю, что воронку продаж надо всегда настраивать. Надо ее оценивать, анализировать, настраивать и так далее. Потому что ни в одном бизнесе она ровно из четырех этапов не состоит. Она делится на кучу этапов. Так вот, мы начинаем планировать действия, которые приводят к выполнению плана продаж в виде цифры. И берем мы эти действия из воронки. Маленькая ремарка. Кто главнее, продаж или маркетинг? Для маркетинга у меня было не продаж? Не согласен. Привести пример? Привести пример. Привести пример многомиллиардных компаний, где маркетинга вообще нет. Сетевой маркетинг. Там нет ни рекламы, ни продвижения. Более того, я знаю компании, которые продвигают, продают свой продукт, даже не утруждаясь обклейкой баночек своих, какими-то наклейками. Просто белая бутылка. И первое касание наверху воронки, первое касание покупателя происходит сразу с так называемым дистрибьютором, с продавцом. Нету никакой рекламы. Сетевой маркетинг, дистрибьютор, это не есть реклама. Верно, верно. Я про то, что... Видите? Это уже... Да, он называется сетевой маркетинг. Это вопрос терминологии. Совершенно верно. Но я имею в виду про процесс привлечения клиента наверху воронки. Алло, мы тут. Этим, как правило, занимается классический маркетинг. Реклама там и так далее. А внизу воронки работают классические продажи, которые берут человека, которого маркетинг привлек, вцепляется в него менеджер по продажам и уже начинает отрабатывать возражения, делать презентацию и так далее. Так вот, есть две крайности. Да, это вот чуть-чуть тоже отвлечемся, быстро идем. Есть две крайности. Есть компании, где полностью вот наверху есть наша целевая аудитория. Ее там вверху схватил за руку продавец и тащит вниз по воронке до покупки. Верчайший пример это либо сетевой маркетинг, либо большинство B2B компаний, которые не вкладываются в рекламу. Понимаете, да? Вот опять-таки мой клиент сейчас на консалтинге, у компании сайт кривой, рекламы нет, у маркетологов компании вообще нет. Как начинается первое касание? С холодного звонка, совершенно верно. Вот вам пример, когда так называемого маркетинга вообще нет. Понятно, что у них есть функция маркетинга в виде аналитики рынка. И я выяснял, кто у них этим занимается. Директор. Директор знает, куда продавать, где целевой клиент сидит и так далее. Он аналитику провел, закинул в отдел продаж, отдел продаж начинает уже рыть, искать эти телефоны и начинает бомбить в холодную. Понятно. А есть другой вариант. Есть другой вариант, когда вот этой вот функции отработки возражений, коммуникации с клиентом, там дожима, я не люблю это слово, но чтобы быстрее было приведу. Работает только маркетинг. Реклама, 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 привлечение, реклама и так далее. Можете привести пример такой компании? Какую мелодию вы слышите сразу же в 12 ночи в новогоднюю ночь? Кока-кола. Совершенно верно, Кока-кола. Почему я говорю, что там нет вот этой функции продаж? Там, естественно, есть отдел продаж. Конечно, в Кока-коле есть отдел продаж. Более того, с точки зрения построения системы отдела продаж, он один из самых лучших в мире. Там куча чего можно перенять. Но там нет вот этой вот функции дожима, отработки возражений. Я сам наблюдал, как вновь открывающийся гипермаркет, вот через неделю открытие гипермаркета. Знаете, что там внутри в это время происходит? Делят полки. Делят полки. А в начале 2000-х, когда мы делили, я работал на Дироле, и мы с Орбитом делили полку в киоске в новом остановочном, там в прямом смысле слова два супервайзера дрались за киоском. В прямом смысле. А мы стояли, менеджеры по продажам, и ставки делали. Наш был кикбоксером, победил. Вот. Это реально. И вот вновь открывающийся гипермаркет, там делят полки. Как в этот гипермаркет заходит представитель компании Coca-Cola? Он открывает дверь ногой, говорит, здесь холодильник, здесь холодильник и здесь. И уезжает. После этого я захожу со своим гринфилдом, да, и говорю, начинаю выявлять потребность. А какие позиции не закрыты у вас Липтоном? А какие размеры полок вы можете предоставить? После этого делаю презентацию, у нас новая коллекция. После этого отрабатываю возражения. У вас дорого, я говорю, у нас принцесса Нури есть еще. И так далее. То есть я работаю уже как продавец. Маркетинг за меня не доработал. За Coca-Cola все сделал маркетинг. Там продавцу ничего делать не надо. Только отгрузить. Понятно? К чему я это рассказываю? Движение поворонки может осуществляться силами либо маркетинга, либо продаж. Но вы как собственники, либо как люди, управляющие бизнесом, должны понимать, что если вы хотите, чтобы вам стояла очередь, ломились люди и сами просили ваши продукты, вы должны быть готовы к чему? К рекламным бюджетам Coca-Cola. То есть со всех телевизоров и так далее. Если же вы не хотите вкладываться в рекламу, в сайт, в продвижение и так далее, к чему нужно быть готовым? Тренинг по продажам. Купите в отдел продаж. В большинстве случаев продажи и маркетинга, маркетинг встречается где-то посредине. К чему я сделал ремарку про воронку продаж? Мы возвращаемся к сегодняшней теме. Мы планируем действия. А так как маркетинг и продажи работают в одной воронке, соответственно действия маркетинга находятся там же. И вот это вот мы подходим к теме моего выступления. Как план продаж относится к маркетингу? Через действия маркетинга. Все понимают о чем я говорю, да? Хорошо, поехали дальше. Классический пример воронки в B2B бизнесе. Классический пример воронки в онлайн бизнесе. Многим продавцам кажется, что они делают холодные звонки. На самом деле, если вы звоните своей целевой аудитории, то это уже не холодный звонок. Вас ждут. Вас ждут. На самом деле, вас вслух, вас конечно посылают. На самом деле, вас ждут, потому что услуга ваша нужна. Но это лирика, да. Еще раз возвращаемся к воронкам. Понятно, да, что это два примера и для каждого бизнеса воронки нужно настраивать. К чему это в плане продаж? На примере воронки B2B сектора вот так будет выглядеть ваш план продаж. Понятно? План действий, который приведет к достижению вот той самой цифры, которую мы поставили. Еще раз, в самом начале, третий раз повторяю. Не путайте план продаж лишь с целью, с вот этой вот результатом в деньгах. Это не план продаж. Это всего лишь цель и цифра. Вот план продаж. Это план действий, которым будем осуществлять. Здесь на месяц. Делите на каждый день. И вот вам план действий отдельно взятого менеджера. Сегодня ты должен сделать 10 звонков, выслать 5 презентаций и так далее, и так далее. У менеджера по продажам есть в начале отчетного периода, грубо говоря, каждое утро, вот этот план действий. И вот это и есть план продаж. Понятно? В идеале каждый сотрудник компании, продажник и маркетолог и собственник понимают, что конкретно вот это действие, выслать презентацию вот этому клиенту, через 10 лет приведет к чему? К тому, что мы станем самыми большими в доле рынка в этом бизнесе. Это прямая зависимость. Понятно? Понятно. Поэтому, когда ваш менеджер не хочет делать холодный звонок, вы ему скажите, что ты лишаешь меня мечты через 10 лет. Поэтому сейчас бери и звони. Понятно, да? Мы планируем действия. Вот мы их запланировали. Выполнили эти действия, достигли той цифры, которую мы запланировали в деньгах. Кроме того, что мы запланировали вот эти действия, нам нужно еще запланировать и проверить наличие инструментов исполнения этих действий. Все понимают, о чем я говорю. Если у нас запланировано сделать 100 холодных звонков, у нас что должно быть? Менеджер, оплаченный телефон и скрипт, по которому он звонит. Давайте так, те, кто не любит слово скрипт, менеджер должен уметь звонить. Вот так вот. Да, это для тех, кто не любит слово скрипт. А лучше, конечно, скрипт пускай лежит. Если мы должны выслать презентацию, у нас должен быть шаблон презентации в книге продаж. Если мы должны выслать коммерческую предложение, шаблон КП и умение заполнять это КП. Если у нас сложный технический бизнес, соответственно, у нас там бриф, цифры, расчеты и так далее. Это все инструмент, который должен быть. Почему я на этом делаю акцент? Потому что я практик. Я вижу, когда я прихожу в компанию, человеку говорят, вышло коммерческое предложение. Он говорит, а как? А я не знаю. Я тут хожу с этой бумажкой по офису. Меня в бухгалтерии послали, на производстве послали. А директор требует продаж. Я вообще не знаю, что мне делать. Это вот у меня есть часть аудита, когда я беседую лично с менеджером, а собственник этого не слышит. И такие вещи. Он говорит, да я бы с удовольствием выполнил план продаж. Меня в бухгалтерии послали. Просто говорит, иди отсюда. Мы тут запасы чая уничтожаем, ты нам мешаешь. Ну вот. Кто-то такой. Менеджер по продажам? Кто-то? Фу, иди отсюда. Это реальность. Это наша реальность. К счастью, немножко меняется менталитет. Я просто сам продавать начинал еще в начале 2000-х. Понятно, да? Если в плане действий стоит отгрузка, то менеджер как минимум проконтролировать ее должен. То есть он не может ее запланировать как-то. Это уже не от него зависит и так далее. Понятно? По каждому действию мы должны проверить еще и наличие инструментов. Важно понимать. План продаж. Это, наверное, 10 раз я сегодня повторяю. Это не просто таблица с цифрами. Это целый документ. Я его называю книга продаж. И в книге продаж есть глава, называется план продаж. И там написаны не только стратегические цели, планы в цифрах, но и действия и инструменты, которые приводят к достижению этой цифры. Вот это называется план продаж. Да? Да?